Чем дышат казахстанские мегаполисы? Концентрация вредных веществ в воздухе Астаны и Алматы в 17 раз превышает нормы Всемирной организации здравоохранения. Количество городского населения увеличится, но качество нашего воздуха не улучшается. Смертельные последствия. Исследования показали вред от загрязняющих веществ в атмосферном воздухе наших городов, колоссальные. Так мы дышим или задыхаемся? Наши исследования показывают, что с проблемами, связанными с атмосферным воздухом в Казахстане на сегодняшний день в среднем умирает 10 тысяч человек ассоциировано. И в Алмате и Астане чуть меньше двух тысяч в год. В профильном ведомстве не скрывают чистый воздух в Казахстане. Все еще в дефиците. Возможно ли исправить ситуацию? Ежегодно министерством понижаются лимиты выбросов на промышленных предприятиях. В этом году по сравнению с прошлым, я насколько помню, порядка на 7% меньше выбросов. Такими темпами мы никогда не избавимся от главных загрязнителей, промышленных предприятий, транспорта и печного отопления. Нужен комплексный подход. План есть у зарубежных коллег. Они готовы поделиться опытом, но мы как будто продолжаем всячески оттягивать момент. Ждать больше нельзя. Самое время включать экологику. Буквально несколько дней назад останов вновь накрыл густой дым. В зимнее время эта картина привычная. Но вот поздней весной пахнет аномалией. Индекс качества воздуха повысился до 278 при среднем показателе в 90. То есть находиться на улице было опасно. Но, похоже, никто это всерьез так и не воспринял. Жители столицы гуляли, занимались спортом. И так мы живем из года в год. Мы каждый год сталкиваемся с одной проблематикой. В зимний период мы боремся со смогом, потому что жители частного сектора топят низкокачественным топливом, углем, либо жгут резину. Вместе с тем у нас увеличится количество автотранспорта. ТЭЦ еще не во всех городах могут похвастаться переходом на газ и топят также углем. И эти проблемы, они усугубляются с каждым годом, потому что количество городского населения увеличится, но качество нашего воздуха не улучшается. Мы все же знаем последствия, но как будто не придаем этому значения. А загрязненный воздух, между прочим, вредит нашему здоровью на всех этапах жизни, от рождения до старости. Это впрямую влияет на качество жизни нашего населения, потому что любые респираторные заболевания и сердечно-сосудистые заболевания, онкология, все это идет как бы в начале качества воздуха. Как вы знаете, сейчас проводится очень большое количество исследований со стороны финансовых институтов, со стороны Всемирной организации здравоохранения по качеству воздуха. И уже по результатам этих исследований, как бы есть итоги, что те частицы, которые попадают к нам в легкие, влияют на иммунитет, на качество нашего дыхания. Если у взрослых они могут лечиться с помощью определенных методов и выздоравливать, то влияние на детей, на подрастающее поколение, оно значительно тяжелее происходит. Поэтому этот вопрос, он вопрос нашего будущего. В прошлом году эксперты Всемирного банка озвучили исследования по качеству воздуха в Казахстане. По их данным, ежегодно загрязнение воздуха становится причиной свыше 10 тысяч преждевременных смертей и обходится экономике Казахстана более чем в 10,5 миллиарда долларов. Наши исследования показывают, что на самом деле транспорт, как ни удивительно, он может быть главной причиной загрязнения в каком-то месте, где проходит очень большую улицу. Но в среднем по городу одним из основных источников загрязнения является так называемое отопление в домах. Вообще проблема отопления и тем, чем топятся на сегодняшний день, является одной из основных проблем. В Алма-Ате это очень большая проблема, в Астане меньше, и город делает многое для того, чтобы перейти на газ очень быстро. Но пока эта проблема не решена, и поэтому качество окружающей среды страдает. По мнению экспертов, необходимы срочные меры. Главные источники загрязнения – это промышленные предприятия, печное отопление, выбросы транспорта – выявили не во всех городах страны. Но жители Астаны и Алматы это чувствуют на себе постоянно. Мировой банк, на самом деле, в прошлом году закончил два исследования по качеству воздуха в двух самых больших городах Казахстана – в Алма-Ате и Астане. И в Алма-Ате мы установили, что качество гораздо хуже, но и в Астане качество не настолько хорошее, как можно было бы предполагать, глядя на сегодняшнюю солнечную погоду. Потому что, на самом деле, Всемирная организация здравоохранения установила так называемые стандарты качества атмосферного воздуха, которые в этих городах не соблюдаются, во много раз превышаются. И это, конечно, не каждый день. Но очень важно смотреть, какой долгосрочный показатель средняя концентрация загрязняющих веществ. Да, предприятия платят компенсацию, штрафы, если выявляют нарушения. Но, во-первых, суммы по сравнению с нанесенным ущербом мизерные. Во-вторых, тратили эти средства совсем не на решение экологических проблем. К слову, в новом экологическом кодексе эту несправедливость исправили. Будет ли работать эта норма на практике, сказать сложно. Есть хорошая норма у нас в новом экологическом кодексе, что все выплаты за эмиссии, они остаются в местном бюджете и должны направлены только на природоохранные мероприятия. То есть предприятие, которое выбрасывает загрязняющие вещества, допустим, в какой-то области, все платежи поступают в Акимат и в местный бюджет, и должны быть реализованы именно на данной территории природоохранные мероприятия, которые бы снизили эффект. Сейчас все понимают, что декарбонизация энергетического сектора может принести двойную пользу, сократить выбросы углерода и способствовать смягчению последствий изменения климата. А за счет перехода на более чистые виды топлива уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу отжигания топлива. Но пока загрязнителям, похоже, выгодно заплатить штраф, но не исправлять нарушения. Штрафы, они в первую очередь предназначены для того, чтобы реализовать принцип загрязнитель платит, чтобы предприятиям было невыгодно платить штрафы, а выгоднее было исправить ситуацию и меньше выбросовать. Соответственно, эти штрафы ежегодно, как бы постепенно должны увеличиваться. Еще один важный момент – перевод коммерческого транспорта, то есть автобусы, грузовики, тракторы и всю спецтехнику на альтернативное топливо. Есть даже конкретные предложения. В прошлом году до смены парламента был представлен проект закона по электротранспорту. Надеюсь, что нынешний состав Мажолиса сможет его сдвинуть с мертвой точки, реализовать. То есть там вопросы строительства инфраструктуры для зарядки электротранспорта. Но мы считаем, что необходимо помимо легкового частного транспорта посмотреть вопросы по переводу на газ, либо на электротягу, вопросы коммерческого транспорта. Потому что этого транспорта очень много, и по нашим городам его передвигается очень много и постоянно, и выбросы значительные. Основная цель – плавный переход на альтернативные источники энергии. Без строительства многомиллиардных проектов, как ЛРТ и завод по производству солнечных панелей. Грамотное планирование, тотальный контроль за распределением бюджетных средств и инвестиций, а также повышение экологической грамотности населения. Вот выход из проблемной ситуации. На нашем прошедшем форуме была выдвинута идея, чтобы экологическое образование было не в старших классах, внедрялось, а уже, может быть, с начальной школы. Потому что дети, они значительно раньше впитывают эти идеи и формируют поведенческие навыки. Поэтому чем это раньше заложишь, тем эти плоды мы сможем пожинать в течение всей жизни. Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что 99% людей во всем мире дышат воздухом, уровень загрязнения которого превышает допустимые нормы. Надо сказать, мы пока не в антилидерах. Есть страны, у которых дела обстоят еще хуже. Но ждать, пока казахстанцы начнут задыхаться на улицах, нельзя. Необходимо действовать уже сейчас. У нас еще есть шанс все исправить и задышать полной грудью. И передать эту возможность будущим поколениям. Включаем экологику. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...